В студии работает Анна Лапшина. Здравствуйте. В последние месяцы тема коронавируса и его влияние на нашу жизнь актуальна. И сегодня мы обратимся к юридической стороне ситуации, разберем изменения в законодательстве, касающиеся исполнительного производства и банкротства. Помогать в этом нам будет адвокат Артём Смертин. Здравствуйте, Артём. Здравствуйте, Анна. На повестке у нас, как я понимаю, два вопроса. Это временные меры, введённые на период коронавирусной инфекции в отношении запрета на арест имущества должников и вообще работы с должниками и моратория на возбуждение дела о банкротстве. Итак, что говорит нам закон? Кто больше выигрывает от введённых мер, должники или кредиторы? Ну, логичнее, наверное, предположить, что всё-таки должники, потому что они такая более незащищённая сторона в этой ситуации. Или я ошибаюсь? Нет, совершенно верно. Конечно, весь комплекс мер, которые принимает сейчас законодатель, которые принимает правительство, он, конечно, направлен на то, чтобы защитить должников, точнее, оставить их на плаву, скажем так, в условиях распространения коронавирусной инфекции и вот в той сложившейся ситуации с экономикой, которая сейчас происходит. Мораторий введён был с апреля 2020 года на возбуждение дел о банкротстве, а именно закон о несостоятельности банкротства был дополнен вот этой новеллой, заключающейся в том, что правительство Российской Федерации вправе в любое время при наличии исключительных обстоятельств природного, техногенного, экономического характера, санитарно-эпидемиологического характера вести мораторий. А суть его заключается в том, что правительство Москвы определяет перечень предприятий, то есть, например, в данный момент определён перечень предприятий, пострадавших от коронавирусной инфекции по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, и к этому же положению мораторий отнесли перечень системообразующих предприятий, которые уже установлены отдельными актами законодательными. Так вот, суть моратория, она заключается в том, что право на возбуждение дела о банкротстве, которое есть у кредиторов данного юридического лица, оно, по сути, заморожено до определённой даты, до определённого периода времени. То есть, в настоящее время это до октября 2020 года. Ну, мы предполагаем, наверное, все с вами о том, что... Если эта ситуация будет развиваться неблагоприятно, то этот срок может быть продлён. Да, то, конечно, правительство отрегулирует эти сроки в сторону увеличения. Соответственно, как вы правильно отметили, здесь больше всё равно защищены должники, поскольку заморожено право на возбуждение дела о банкротстве, приостанавливается начисление неустоек, запрещается обращение взыскания на имущество, изъятие имущества, например, унитарных предприятий. То есть, фактически, задача вот этого моратория — сохранить должника в том экономическом состоянии, в котором он был до возникновения вот этих обстоятельств. В нашем случае с вами это до всплеска пандемии коронавирусной инфекции. Конечно, кредиторов законодатель не оставил без внимания, поскольку проценты за пользование чужими денежными средствами будут начисляться, несмотря на продолжительность моратория. Запреты на отчуждение имущества сохраняются, запреты, например, на распределение долей прибыли в уставном капитале обществ, а также долей при продаже, отчуждении и так далее, также облагаются запретами. Поэтому здесь должник как и защищен от введения в него процедуры банкротства, так и немножечко парализован, чтобы он не расслаблялся на вот этот период времени и все-таки помнил о том, что обязательства перед кредиторами имеют место быть. Ну просто ситуация пока вот она, статус-кво такой сохраняется, да, как было, например, в начале апреля, да, когда все начиналось. Вот на этом периоде все заморожено, то есть должник не может делать ничего там, да, со своими активами, да, там вы говорите и отчуждать их невозможно, и чтобы продать там, да, нужны, ну какие-то, я не знаю, там обстоятельства веские, да, или вообще невозможно продать, но при этом все как бы вот в том состоянии, которое есть, оно остается. То есть кредитор, он ждет окончания, получается, пандемии вот этого сложного нашего периода, и тогда уже может предпринимать активные действия. Только так. Есть один исключительный момент в законе о банкротстве относительно данной нормы о том, что должник вправе отказаться от введения в отношении него моратория, размести соответствующие сведения в едином федеральном реестре сведения о банкротстве. То есть я готов банкротиться? Я готов банкротиться, да, пожалуйста, и в отношении меня можно принимать все, что предусмотрено законом о банкротстве. Это мы говорим сейчас про юридических лиц, правильно? Это мы говорим, да. Про юридических лиц. Ну, здесь действительно, вы правильно сказали, основная цель это сохранение статуса КВО. Потому что мы видим, как реагирует экономика на все ограничительные меры в условиях пандемии. Мы все с вами понимаем о том, что экономики лучше от этого не становятся, а вся экономика, она строится именно на предприятиях. И если предприятия массово начнут в арбитражных судах банкротиться, то ничему хорошему это не приведет. И для экономики, и для предприятий, и в конце, в конечном итоге, даже и для кредиторов. В целом, для всех, конечно. Вся эта история будет плохой, нехорошей. Хорошо, давайте сейчас тогда обратимся все-таки к законодательству об исполнительном производстве. И здесь, я так понимаю, мы говорим тоже прежде всего о предприятиях, о бизнесе. Или о физических лицах тоже. Тут мы, наверное, с вами больше уделим внимание нашим физическим лицам. Потому что, к сожалению, у граждан долги тоже имеются, и тоже имеются на исполнении уже у приставов. Здесь законодатель сейчас в стадии принятия регулирует вопрос предоставления рассрочек и, опять же, запретов на арест имущества должника. Объясню поподробнее. В Государственной Думе сейчас на стадии третьего чтения находится законопроект федерального закона об особенностях исполнения судебных актов. В частности, что он предусматривает? Опять же, юридических лиц, если немного коснувшись, то право рассрочки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, той задолженности, которая находится уже у пристава на исполнение, объемом не более 15 миллионов. А что же касается физических лиц, то здесь немного интереснее в той части, что добавляется норма, позволяющая безапелляционно установить рассрочку должнику на исполнение судебного акта. То есть, если раньше мы, исполняя судебный акт, могли обратиться в суд с требованием о рассрочке, а суд уже, учитывая мнение взыскателя, наше мнение, наше положение имущественное, мог определить, дать нам эту рассрочку или нет, и на какой период, то данным законопроектом устанавливается право так называемого безапелляционного предоставления рассрочки на срок 2 года, но не более, чем до 1 июля 2022 года. Есть одно исключение, что именно 100% пристав обязан будет предоставить такую рассрочку пенсионерам, в первую очередь, у которых имеется задолженность по кредитам, по каким-то займам, а таких тоже достаточно, доля высока, должников, и, соответственно, чей размер пенсии не составляет более 2 минимальных размеров оплаты труда. То есть, если пенсионер подпадает под эти критерии, то он в любом случае получит в заявительном порядке рассрочку от судебного пристава исполнителя. Что касаемо остальных граждан, основной массы нашего населения, то здесь отметим, что вводится запрет на арест имущества, опять же, арест движимого имущества. Конечно, все сразу же подумают об автомобилях, о транспортных средствах, там еще каких-то вещах на колесах, скажем так. Но которые двигаются, да? Да, вот все, о чем мы сейчас подумаем, все транспортные средства, квадроциклы, снегоходы и прочее, они не войдут в этот запрет. То есть, пристав как мог, соответственно, наложить на них арест, так и будет иметь такие полные имущества. То есть, на них не распространяется? Нет, здесь речь идет о всем движимом ином имуществе. То есть, это мебель, бытовая техника, это даже домашние животные, которые тоже относятся к движимому имуществу. Это, кстати, удивительно было в свое время открытие для меня, да, что на них тоже может быть обращено взыскание. Которых можно арестовать и продать с торгов. Ну, до юра это так, фактически, конечно. То есть, это имущество. Да. Вот это движимое имущество, оно сохранится за должниками, как минимум, до конца текущего года. Но пока, Артем, правильно ли я понимаю, что пока правила игры еще окончательно не утверждены? Вы сказали, в третьем чтении будет рассматриваться. 7 июля, да. И если будет закон в третьем чтении Государственной Думы одобрен, то уже в порядке установленного закона он будет утвержден, подписан президентом. Но мы должны понимать, что вообще исполнительное производство это такая вещь очень сложная, да, и особенностей очень много в каждом конкретном случае. Человеку просто там ориентироваться вот на эту федеральную норму, разумеется, можно, да, но все равно есть тонкости. И для того, чтобы разобраться в этих тонкостях, я так понимаю, что нужна все-таки консультация специалиста, консультация юриста, адвоката, и к вам можно будет обращаться, если что. Безусловно. Видите, то, что анонсирует, например, пресса, то, что анонсирует даже аннотация к федеральному закону, это общее сведение о том, что устанавливается запрет на арест имущества. То есть такие границы норм законодательных. Тонкостей очень много. Во-первых, не все могут получить рассрочку, и не на все имущество устанавливается запрет. Поэтому, конечно, лучше должникам в каждом конкретном случае свою ситуацию проговаривать со специалистом. Спасибо большое. Артем Смертин, адвокат, был в нашей студии. Спасибо вам большое. Спасибо. Мы продолжим наш юридический ликбез. До свидания. До свидания. Полезный город.